Это программа «Мой район». И сегодня мы говорим об изобретениях столичных школьников и системе предпрофессионального образования в Москве. У нас в студии ученик 10-го класса школы 491 Никита Матус, его учитель Андрей Кравчук и актер театра и кино Анатолий Журавлёв. Анатолий, Никита, Андрей, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Никита Вячеславович, вот у меня здесь ваш диплом как победителя больших вызовов. Расскажите, а что вы получили этот диплом? Это всероссийский конкурс, на котором ребята соревнуются и показывают свои проекты с целью, чтобы поехать в летний лагерь, где могут создать свой еще один новый проект и уже бороться за какие-то награды. Это либо дополнительные баллы к поступлению к ЕГЭ, либо это бесплатное сразу поступление в ВУЗ. Все в зависимости от проекта, который ты создашь уже повторно. Вы еще стали победителем научно-практической конференции. Да. Расскажите об этом тоже. Это инженерная конференция, которая проходила в Московском энергетическом институте. Там также дети соревновались за свое самое лучшее изобретение. Вот это ваше изобретение? Это не только мое изобретение. Я делал его с моим товарищем Куликовым Андреем на протяжении полугода. Расскажите, что это такое. Это беспилотное устройство с датчиком охолота и системой FPV. Я бы назвал его многофункциональным. Почему? Потому что его можно применять в разных сферах человеческой деятельности. А именно миграция рыб, что помогло бы сотрудникам рыбнадзора облегчить работу. И МЧС, это исследование каких-то акваторий районов. И может быть предотвращение неправомерных действий. Я так понимаю, что вот этот беспилотник вы делали в школе? Да, мы делали в школе. Так, у нас направление инженерное, у нас очень много физики, у нас очень много информатики. И не обошлось без проекта. На проектной деятельности на протяжении как раз-таки полугода до конференций каждый из нас создавал свой проект. Андрей Александрович, это ваш воспитанник, ведь Никита Вячеславович? Да, совершенно верно. Под вашим руководством это все делалось? Да, мы с Никитой уже давно знакомы. Началось у нас знакомство в судомодельном кружке, который я веду. Первое время Никита делал простенькие модели прямоходящих судов. Потом радиоправляемые. Съездили мы с ним несколько раз на соревнования. И после этого, когда встретились на предмете технологии современного производства и на проектной деятельности, он сказал, что хотел бы сделать беспилотник, который бы помог отслеживать миграцию рыб, помогать спецслужбам. Вот, собственно, так началась наша работа. Ну, я так понимаю, что это, конечно, не во всех школах такие возможности. И, в общем, не во всех классах. Это только предпрофессиональное образование, да, подразумевает вот такое оснащение и возможности. На самом деле сейчас во многих школах это появляется. Мы ездим на соревнования по судомодельному спорту и общаемся с коллегами. На самом деле интересный факт, что до какого-то времени современные технологии вот в этом виде спорта воспринимались как что-то чужеродное, что выпиливать лобзиком – это круто. А резать на лазере или печатать на 3D-принтере – это какое-то массовое производство, и так делать не надо. Но, тем не менее, сейчас изменилось отношение к этому, и все, в общем-то, используют эти технологии. Без этого никак. Никита, а вот, наверное, там какой-то нужен был тестовый бассейн для того, чтобы опробовать этот ваш дрон. Где все это? На какой-то базе происходило? Скажите поподробнее. У нас проектирование и создание этого беспилотника выпало на не самый благоприятный сезон года. Это зима была. И опробировать его где-то мы не могли. Благо, у нас школа есть бассейн, в котором мы могли его запустить и посмотреть, насколько хорошо он плавает, ничего ли не протекает, все ли хорошо сделано. Анатолий, а вот вы в ту бытность, когда вам очень недолго, ведь, да, пришлось поработать учителем, это был не такой эпизод вашей биографии. Ну, расскажите, во-первых, об этом, во-вторых, смогли ли вы, будучи вот на этой позиции, представить, что такие вещи будут делаться? Я работал в средней школе в 85-87 год. Дело в том, что это была деревенская школа, и кроме конкретной моей деятельности, я закончил педагогический институт по специальности русский язык и литература, поскольку преподаватели, ну, было, ну, я и директор школы, мне пришлось, кроме русского языка, литературу, вести историю, географию, потом дальше пение, физкультуру, и в том числе мы кололи дрова для печка. У нас мы топили печку дровами вот в этой школе. Высшая степень, значит, на трудах у нас, высшая степень мастерства считалась, если мальчик сделает табуретку. Казалось бы, ну что, там прошло 20-30 лет, и ребята на уроках труда делают вот такой дрон, который я просто, ну, вот для нас, для нашего поколения, это какая-то немыслимая вещь. Как это вообще может в голову 17-летнего юноши, вам 17, 16 лет еще. Ты посмотри, что они творят. До чего, вот действительно в той песне, до чего дошел прогресс. Я-то считаю, что наша молодежь, наше поколение, наша смена, они лучше нас. Потому что у них вот такие условия им создают, для того, чтобы вот они могли такое создавать. Вот я еду по нашему городу, по Москве, и думаю, господи, какая красивая Москва. Как власти, что делают для Москвы? Наши власти, наш мэр, понимаете? И власти, которые дают ребятам вот такие возможности, чтобы у вас в школе с помощью лазеров, вот посмотрите, что вы можете делать. Ну, это какая-то фантастика. Поэтому, ребята, что вам хочется сказать? Ну, как? Я думаю, что у вас впереди, вот перед нами, мне кажется, сидит великий ученый будущий. Потому что это очень замечательная идея. Вот этих браконьеров, которые уже переловили всю рыбу. Вот их надо вот с помощью вот таких вот вещей ловить и штрафовать их. Вот это замечательно. Хорошая вещь. Спасибо вам большое за это. А спасать? У них установлены датчики. Это как? Значит, человек куда-то заплыл и тонет, и он что, оповещает? Если человек заплывает, но не тонет, у нас установлен мегафон, который уйдает сигналы. А если человек тонет, то он может подплыть к нему, и человек может спокойно за него схватиться, и тот его вытянет. А как управляется? С помощью пульта. Максимальное расстояние, на котором этот пульт... Сейчас стоит недальнобойная система, порядка 500-600 метров. Но у нас в планах установить либо дальнобойную систему, либо свести вообще на нет и сделать очень-очень большое расстояние. Это поставить сюда плату, которая бы помогла полностью его автоматизировать, почти без присутствия человека. С помощью программного ПО, который мы бы, скорее всего, тоже сами писали, потому что программное ПО идет только на летательный аппарат, а у нас плавающий аппарат. Туда загружается карта местности, и по определенным координатам он проходит расстояние, собирает какие-то измерения, и загружает это все в один массив данных, и выстраивает нам полный 3D, например, 3D-рельеф дна с помощью нашего эхолота. Андрей, с 2015 года предпрофильное образование в Москве практикуется. Сколько классов по каким направлениям существует в вашей школе и вообще в московских школах? Мы вошли в проект «Инженерный класс» в прошлом году, и продолжаем эту работу. Но помимо этого есть еще и медицинский класс, есть педагогический, медиакласс, где ребята, соответственно, могут больше узнать о профессии, о направлении деятельности будущей и создать свои проекты в соответствии с этими направлениями. Никита, а когда вы для себя решили, что вы пойдете именно в этот класс, и почему? Ну, уже под конец 9 класса я понимал, что мне надо техническое образование, и как раз нам говорили, что вот откроется специализированный класс, где в основном только технические предметы. Попадать в такой класс может любой человек, или там надо какие-то экзамены сдавать? Ну, надо сдавать ОГЭ, ОГЭ надо сдавать по определенным предметам, либо информатика, либо физика, и должны быть оценки на хорошо. А сколько учеников у вас в классе, Андрей? 23 человека. И все изобретают? Да. Все изобретатели? Да. То есть это ваше изобретение? Да. То есть вы это можете запатентовать? Да. Полноценно? И все. Так вы миллионер. Да? В будущем. Кстати, сколько стоит такой вот аппарат? Около 100 тысяч. Андрей Александрович, а много ли у вас вот таких способных учеников, которые могут, во-первых, придумать, а во-вторых, в общем, сделать, изобрести вот... В этом году, как Никита сказал, 20... сколько у вас, 23 человека? И все 23 они... Я с ним занимаюсь проектной деятельностью, соответственно, с каждым мы разрабатываем свой проект. Кто-то из ребят делает игровой автомат, который будет повышать мотивацию школьников учиться. Они поставили этот игровой автомат, там есть игры старые еще, советские. Нарезали на лазере специальные монетки, сделали монетоприемник. Учителя выдают ученикам эти монетки за хорошую успеваемость, они подходят, бросают, и на переменах могут играть очень много интересных проектов. Но с вашей точки зрения предпротивленное образование, оно чем полезно и хорошо? Я думаю, что самое главное, что оно дает, это практическое применение своих теоретических знаний. Когда ребята занимаются физикой, математикой, русским языком, вот... Это все теоретические науки, которые они не знают, как применить. А когда они делают проект, считают себе стоимость, высчитывают водоизмещение корабля, а потом им нужно написать грамотно текст, свою речь. Они все понимают, для чего все это было, для чего они занимались русским языком, для чего они учили физику, математику и так далее. Поэтому я думаю, что это возможность для ребят на практике применить свои теоретические знания. Никита, а вы можете как-то продемонстрировать, вот как работает это? Да, конечно. Ваше творение. Вот выводит камера с FPV-оборудование. С помощью сервопривода мы можем ее вращать. Тем самым у нас увеличивается угол обзора. Это датчик эхолота, он показывает глубину, температуру воды, ну и рыбу. Да, помимо этого у нас есть прожектор, чтобы наблюдать в темное время суток за акваторией. У нас есть два мотора. По сути, наш беспилотник, он управляется как танк. У него есть левый винт, правый винт. И в зависимости от оборотов, которые мы даем на тот или другой винт, мы можем поворачивать, можем разворачиваться на месте. Вот такая универсальная система. И, разумеется, как Никита говорил, для того, чтобы отпугивать людей, которые заплывают за буйки, или браконьеров, у нас есть гудок. Приготовьтесь. Серьезно очень все это. Огромное вам спасибо. Мы прервемся на рекламу, а после этого продолжим разговор о предпрофобразовании московских школьников. Огромное вам спасибо.